Реальность на канале Репортер 73. Каждый день, вечер и утром мы рассказываем о значимых событиях нашего региона. В студии Екатерина Музыряк. Смотрите сегодня в программе. Глава региона раскритиковал коммунальные службы за нерасторопность. За гололеда увеличилось количество обращений в тома пункты на переломы и сильные ушибы. Получаю лично объехать указанное мною на ДСАП и проверить качество работы коммунальных служб. Расскажем все самое интересное с аппаратного совещания в правительстве. Сверхважный план после длинных выходных. Чтобы не было такого, что мы пришли и на нас навалилась куча каких-то дел. И мы начали распыляться на все и сразу. Простые приемы, чтобы войти в рабочий ритм. Он возвращается в школы. Мне очень нравится предмет труд, особенно в этой школе. Здесь очень много возможностей и у нас очень много именно практики. С 1 сентября во всех школах страны. Возвращаемся в рабочий режим. Регион начал первую трудовую неделю с обсуждения важных итогов года 23-го и планов на наступивший 2024-й. Разобрали итоги работы служб и ведомств, кто стоял на страже спокойных выходных ульяновцев. О ключевых для Ульяновской области событиях из зала заседаний правительства материал Веры Мещеряковой. Насыщенный 2023-й вылился в значимый плюс для региональной казны. В Новый год Ульяновская область вступила с доходами свыше 71 миллиарда рублей. Сумма сложилась из возросших налоговых отчислений. В частности, прибавили налог на прибыль и НДФЛ. Подросли и неналоговые поступления. Итог. Дефицит областного бюджета впервые с 2016 года достиг рекордно низкого показателя. Разрыв превышает всего 1 миллиард рублей. Наша задача нарастить доходную часть до 80 миллиардов рублей, в том числе превысить по консолидированному бюджету 110 миллиардов рублей. И, конечно же, поставить задачу муниципальным образованиям и нам совместно с ними закрыть задолженность по страховым взносам. Еще из позитивных итогов региональной экономики – сокращение долговой нагрузки. В целом, взятый курс явил хороший результат, в том числе и благодаря успешным бизнес-миссиям, которые в 2024-м продолжатся и принесут, как ожидается, немало перспективных для экономического развития соглашений и программ. Также продолжится работа по привлечению и в том числе подготовке кадров в приоритетной отрасли. Напомню, что по отручению нашего президента Владимира Владимировича Путина утвержден новый национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. В Минпросвещении Российской Федерации решено создать в школах, колледжах, училищах специализированные классы. Объявлен конкурс среди регионов России по созданию спецклассов. В списке победителей 17 школ и один колледж Ульяновской области. А сам регион попал в перечень из 30 пилотных субъектов, где новый НАСПроект начнут выполнять уже в 2024 году. Наступивший год пройдет под знаком не только высоких технологий, но и традиционных семейных ценностей. 23 января тематический «Год семьи» официально стартует на площадке выставки форума «Россия» в столице. И в нашем регионе ожидается масса событий, нацеленных на популяризацию ячейки общества как одной из главных ценностей в жизни человека и государства. В Ульяновской области старт года семьи у нас состоится 26 января. Традиционно пройдет встреча губернатора Ульяновской области с семьями, с семьями участников в специальной военной операции, с многодетными семьями. И также пройдет большой межнациональный фестиваль семей в Дворце культуры губернаторской. На предприятиях региона планируется внедрить корпоративный демографический стандарт, предполагающий поддержку беременных женщин и сотрудниц, выходящих из декретного отпуска. В плане также мероприятия в сфере здравоохранения, направленные на укрепление репродуктивного здоровья. Работа предстоит насыщенная у всех ведомств. Впрочем, ряд структур не уходил на каникулы вовсе. С 30 декабря по 8 января количество вызовов скорой медицинской помощи составило 5104 вызова, что меньше аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, в медицинские учреждения было госпитализировано 2411 человек, что на 190 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Шестеро человек получили необходимую медпомощь в травмпунктах, куда обратились с обморожениями. Колоссального прироста сезонных травм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года специализированные учреждения области не отмечают. Однако на тотальный гололед жалуются главе региона, жители Димитровграда. Руткий гололед практически во всех районах города. Коммунальщики отчитываются, что ежедневно по 200 тонн песко-соляной смеси они используют. Но люди реально этого не видят. Из-за гололеда увеличилось количество обращений, там опункты на переломы и сильные ушибы. Получаю лично объехать указанные мной на ДСАП и проверить качество работы коммунальных служб. Погода внесла коррективы не только в работу коммунальных служб, но и транспорта. По словам профильного министра, городские автобусы в долгие выходные работали в соответствии с графиком. А вот междугородние рейсы, как и передвижение грузовых автомобилей, несколько раз из-за капризов природы пришлось ограничивать или переносить. Для ликвидации последствий снегопада на всех дорогах регионального значения в эти дни было задействовано практически 200 единиц снегоуборочной техники. Должностными лицами производился инструктаж водителей рейсовых автобусов, в том числе и по погодной обстановке на автомобильных дорогах, которые проходят по территории нашего региона. В ближайшее время Ульяновская область отметит 81 год со дня своего образования. Пройдено немало, и этот год также обещает быть насыщенным. Прошу всех с первых же дней Нового года включиться в работу и работу по всем направлениям. Вера Мещерякова, Максим Архипов, репортер 73. Новый год не без происшествия в одном из засвияжских микрорайонов. Прямо в новогоднюю ночь произошла поножовщина. Фото и видео с кровавыми следами в подъезде распространились по социальным сетям. Случались и просто драки, ДТП и пожары. К слову сказать, в случае с последними не зафиксировано ни одного возникшего из-за использования пиротехнических средств. Подробнее же о происшествиях во время новогодних каникул расскажет Павел Петриков. Ночью 7 января на проспекте 50-летия в ЛКСМ в Засвияжском районе Ульяновска в шестиэтажке в одной из квартир сразу несколько человек отравилось угарным газом. От плохого самочувствия проснулась 45-летняя женщина. Забила тревогу, позвала на помощь. К сожалению, невидимый убийца забрал жизнь 13-летнего мальчика. Двоих зослых доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратурой Свежского района города Ульяновска по данному факту организована проводится проверка соблюдения специализированной организации управляющей компанией обязанностей по современному обслуживанию внутри домового газового оборудования, а также соблюдениями органов контроля и надзора полномочий по проверке деятельности соответствующих управляющих компаний и должностных лиц, должных своевременно проводить мероприятия по обслуживанию внутри домового газового оборудования. В период праздников на территории Ульяновской области зарегистрировано 45 пожаров. К сожалению, три человека погибли. В прошлом году за тот же период пожаров зарегистрировали 55, погибло четверо. 5 января в 12.51 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Облуково в засуняшем районе города Ульяновска. Спасатели эвакуировали 15 человек. 7 января на улице Кольцевая во дворе дома загорелся автомобиль, внутри которого находился мужчина. Погиб. 9 января горел вокзал станции Кузоватова Куйбышевской железной дороги. Произошло возгорание внутри железнодорожного вокзала без правооткрытого огня, то есть задымление произошло. По предварительным причинам короткое замыкание. Отработали два экипажа ПЧ-23, жертв пострадавших нет. В основном горят автомобили и жилой сектор. Большая часть пожаров, зарегистрированных в период новогодних праздников, произошли по причинам неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства эксплуатации печного отопления, и нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 7 января в подъезде дома номер 20 на улице станкостроителей насмерть забили ульяновца. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. С 1 по 8 января в Ульяновской области сотрудники полиции раскрыли 61 ранее совершенное преступление, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 6 краж, 1 мошенничество, 2 преступления в сфере экономики. 18 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 угона транспортных средств. Например, в Николаевском районе полицейские задержали мужчину, угнавшего один и тот же автомобиль, несколько раз. Сотрудники ГИБДД спасали людей на трассах. 6 января экипаж ДПС ГИБДД отдела МВД России по Цельнинскому району оказал помощь 13 пассажиров рейсового автобуса, который сломался на трассе Казань-Буинск-Ульяновск. С учетом низкой температуры воздуха длительная стоянка могла привести к трагедии, в связи с чем сотрудники дорожной полиции оперативно приняли меры по обогреву граждан и доставили пассажиров до ближайшей АЗС для ожидания следующего рейсового автобуса. От коммунальных аварий страдал город Ново-Ульянов. 28, 29 и 30 первые три дня частичного отключения холодного водоснабжения в 15 многоквартирных домах и двух социально значимых объектах. Связано с практически стопроцентным износом водопроводных сетей. Пока устраняли первый порыв, поняли, что нужно менять весь участок протяженностью 200 метров. Все аварийно-восстановительные мероприятия были проведены и Новый год люди уже встречали с холодным водоснабжением. Повторение этой ситуации произошло уже по другому адресу, это улица Мира. Здесь тоже причиной был большой износ сетей. Это чугунная водопроводная труба диаметром 100 миллиметров. Аварию устранили в срок. Сейчас водоснабжение в Ново-Ульяновске полностью восстановлено. На Димитровградских тротуарах кошмар и жуть. Жители Димитровграда жалуются на плохую расчистку дорог, зауженность в магистрали и необработанные песком и солью тротуары. Впрочем, первый рабочий день после долгих каникул показал, что ситуация гораздо серьезнее. Самое яркое подтверждение тому, что в Димитровграде скользко, это обращение за травматической помощью. Цифры не рекордные, как говорят специалисты, но вполне ожидаемые для затяжных зимних каникул. Если брать наш период с 31 декабря по 8 число, к нам обратилось 129 человек именно с уличной травмой. Пятеро было госпитализировано, и один ребенок был госпитализирован с уличной травмой. Все остальные обошлись амбулаторным лечением, ну и дальнейшим лечением в поликлиниках. Если дети травмируются чаще всего на горках, взрослые получают вывихи и переломы из-за гололедица. Характерные травмы для зимы – переломы ладышек, предплечья, кистей. И судя по скорости работ, по приведению дорог и тротуаров в порядок, руки и ноги Димитровградцы еще будут ломать. Утро первого рабочего дня после новогодних праздников выдалось скользким на неприсыпанных песком остановках и тротуарах. Жители всех районов города жалуются на плохую расчистку дорог и тротуаров. Причем не только пожилые люди опасаются передвигаться по нечищенным тропам, но и молодежь. От рынка нормально идется. По Баданову не чистят тротуары. Заслеживание дороги, тропинки не чистят. Плохо идти в школу. С моего дома я живу на горке и до сюда дойти. Достаточно бывает проблем, когда скользко. Когда тротуары не очистены, ребята идут по дороге. И когда на улице гололедица, можно подскользнуться и сломать себе ногу либо руку. Отдельный квест – попасть в автобус. Получается, скользко, опасно и с препятствиями. Колейность на дороге кое-где составляет порядка 10 сантиметров. Сильные морозы продолжают терзать регион. В первый учебный день за партой сели не все школьники Ульяновской области. Решение об отмене занятий принималось заранее. По какому принципу и что ждать в ближайшие дни, расскажет специалист Министерства просвещения и воспитания. Сегодня утром мы получили сведения с территорией муниципальных образований, что в ряде школ отменены занятия в начальной школе с 1-4 класса. Есть населенные пункты, где отменены занятия с 1-6, с 1-7, с 1-8 класса. В основном ребята 9-10-11 классов приступили к учебным занятиям. Но есть отдельные населенные пункты в Теренгульском районе, Базар-Сызганском районе, где ночные температуры опускались до минус 32 градусов. Соответственно, директорами школ после голосования с учредителем принято решение об отмене занятий с 1-го по 11-й класса. Как правило, в районе 14.00 ежедневно гидромедцентр нам представляет информацию о прогнозе температуры на следующий день и с прогнозом на 3 дня. Поэтому сегодня в районе 14.00 мы получим этот прогноз, посмотрим и также дадим свои рекомендации для того, чтобы, исходя из температурного режима на территории конкретных населенных пунктов, также по данным гидромедцентра, руководители образовательных организаций по согласованию с учредителем могли принять решение об организации учебы детей на следующий день и последующий период. Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Прививая трудолюбие ребенку, взрослые дают ему возможность в будущем чувствовать себя уверенно и легко справляться с бытовыми трудностями. Обучиться основным навыкам взрослой жизни школьники смогут на уроках труда. Они появятся во всех школах страны с 1 сентября этого года. Чем они будут отличаться от современных занятий по технологии, расскажет Екатерина Горбачева. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем с вами наш проект – это складной походный табурет. Те, кто не напилили, все размеры указаны на доске. Размеры пилим и начинаем сборку. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. На таком принципе и строятся современные уроки технологии у юных мастеров. Сначала изучаются теоретические основы изготовления конкретного изделия, а затем уже применяются на практике. Важные условия. Не забываем о технике безопасности, одеваячки. Здесь у нас отверстие необходимо просверлить 6 мм. Соответственно, ставим сверло 6 мм, включаем станочек и с соблюдением техники безопасности выполняем отверстие. Преподаватели вспоминают свои школьные годы. Именно на уроках труда они научились всем необходимым навыкам, которые пригодились во взрослой жизни. В наше время мы обучались по программе предмета труд, что подготавливало нас к дальнейшей жизни, к помощи родителям по дому, по хозяйству. Прививались какие-то навыки, умения работы с инструментом. Могли элементарно забить гвоздь, закрутить саморез, изготовить самостоятельно какую-либо поделку или изделие простейшее. Главное отличие современных уроков технологии – ориентирное усвоение школьниками теоретических знаний. Но теория не может быть полезной без практики. Мы, в свою очередь, в лицее стараемся сформировать у ребят больше практических навыков, что позволяет уже ребятам непосредственно выбрать себе проект, выступить с данными проектами на каких-то конкурсах, олимпиадных проектах. И в связи с этим в нашем лицее такие высокие результаты. Результаты здесь действительно высокие. Учащиеся лицеи два года подряд становятся абсолютными победителями и призерами муниципальных и региональных этапов Всероссийской Олимпиады школьников по технологии. Во многом благодаря интересным учебным модулям и поддержке преподавателей. У нас в предмете технологии изучаются различные модули. Это технологии обработки материалов и пищевых продуктов, это робототехника. Третьим модульом является черчение и компьютерная графика. Все эти модули мы реализуем в нашем лицее, так как у нас очень хорошая материально-техническая база. Технологии обучаются с первого по девятый классы. За это время мальчики и девочки получают различные навыки и умения. Их они смогут применять в своей будущей профессии. Мне очень нравится предмет труд, особенно в этой школе. Здесь очень много возможностей. И у нас очень много именно практики, где мы шьем, где мы готовим, где мы изучаем разные стили рисования и изготовления разных изделий. Это огромный опыт, и это очень пригодится в дальнейшей жизни. Помимо обязательного школьного предмета, изменения внесут и в правила школьного поведения. Ученикам будет запрещено использовать на уроках мобильные телефоны, кроме случаев, представляющих угроз для жизни и здоровья. Также каждая школа получает право устанавливать свои требования к дисциплине, обязательные для исполнения обучающимися. Не успели посмотреть выпуск с самого начала? Хотите найти отдельный репортаж и поделиться им в соцсетях? Сканируйте QR-код на экране и переходите в наше ВК-видео. Здесь, кроме выпусков реальности, все наши программы, в том числе и «Утро с репортером». Переходите, не теряйтесь, подписывайтесь и смотрите, когда и где вам удобно. Новогодние праздники позади, впереди трудовые будни наступившего 2024-го. Прийти в себя после длительных зимних каникул, сфокусироваться на новых задачах без вреда для здоровья и настроения и с новыми силами войти в новый рабочий год. Оптимальный вариант искала Антон Кузьмин. Перепады настроения, отсутствие мотивации, апатия, сонливость и даже вспышки гнева. Все это знакомое многим постпраздничная хандра. Набором не очень приятных эмоций наш организм реагирует на резкую смену обстановки и ставшего привычным за время каникул ленивого распорядка дня. Универсального рецепта по преодолению кризиса нет. Кому-то справиться с постновогодней депрессией может быть сложнее, например, тем, кто работает из дома. А кто-то провел выходные активно и влился в рабочий ритм практически незаметно для самого себя. В одном врачи сходятся. Готовить свой организм к выходу на работу следует заранее. За 2-3 дня начать ложиться вовремя, не злоупотреблять алкоголем, не объедаться на ночь и в целом перейти на более сбалансированный рацион. Не стоит забывать и о ментальном здоровье. Праздничные дни для нервной системы – настоящая дофаминовая перегрузка. Психологи советуют – не следует бросаться с головой в рабочий омут. Обезопасить себя от стресса и свести к минимуму неприятные последствия резкой смены обстановки можно, распланировав свою первую рабочую неделю заранее. В первую очередь, где-то за день, может быть, даже лучше за два, прикинуть вообще, что ждет на работе, какие задачи могут быть. И для себя составить хотя бы примерный план того, что я буду делать в эти дни, чтобы не было такого, что мы пришли и на нас навалилась куча каких-то дел. И мы начали распыляться на все и сразу. Поэтому какой-то план лучше, конечно, держать в голове. Возвращаться в трудовые будни тоже следует постепенно. По советам психологов, нарочно стараться не спешить и пользоваться техниками замедления. Также в первую неделю можно позволить себе отказаться от сложных задач и даже почаще отвлекаться от рабочего процесса. Например, позволить себе лишний перерыв на разговор с коллегами, если вы не водитель общественного транспорта. Относиться с вниманием и пониманием в постпраздничный период важно не только к себе, но и к коллегам. Советы здесь простые. Не допускать конфликтных ситуаций, не требовать многого и заботиться об эмоциональном фоне в коллективе. А главное помнить, что впереди нас ждет еще много праздников, выходных и отпусков. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, репортер 73. В детстве ребенок ко всему относится как к игре. Граница реального и воображаемого помогает разделять театр. На сцене юные таланты пробуют себя в роли любимого персонажа книги или мультфильма. В период новогодних каникул ульяновские школьники показали свои таланты в традиционном театральном фестивале «Отражение». Подробности расскажет Екатерина Горбачева. Свои новогодние спектакли представили лучшие ульяновские школьные театры. В образах любимых сказочных героев дети исполнили праздничные песни и стихи, показали свои танцевальные таланты. В спектакле у нас будут стихи, песни, мы хотим порадовать всех-всех детей. Я хотела сама пойти туда, свое творчество хочу. Одной из точек концентрации театральных талантов стала гимназия номер 30. Здесь свои постановки представили коллективы пяти школ. Наступивший 2024 год объявлен годом семьи. Именно родительская любовь и поддержка влияют на формирование личности ребенка и на его дальнейшую жизнь. Все, что мы будем делать, делаем, все-таки связано с тем, чтобы действительно объединить семейные традиции, объединить семью, школу, детский садик образовательной организации и сохранить и продвигать те самые семейные, духовные, нравственные ценности, которые для нас сегодня очень важны. Объединить семейные ценности как раз и помогает театральный фестиваль. Участие в нем для детей – прекрасная возможность показать, чему они научились на дополнительных школьных занятиях. А для родителей – поддержать юного актера. Вероприятие замечательное, потому что ходим и в школы, и по другим заведениям, где она выступает. Ребенку нравится, нравится родителям, потому что к этому готовимся основательно. Начиная с костюмов, причес и, собственно, само настроение также поднимается. Участие в традиционном театральном фестивале приняли более 30 образовательных организаций. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73. Новогодняя сказка для тех, кто важен. 5 января в Заволжском дворце культуры 1 мая прошел семейный праздник для детей, чьи отцы сейчас принимают участие в специальной военной операции. Как прошло зимнее торжество, расскажем далее. Дед Мороз, Снегурочка, Ёлка, а еще сказочное путешествие в мир чудес, которое, по словам жен военнослужащих, сейчас нужно как никогда. Детские творческие коллективы подготовили концертную программу, в которую вошли хореографические, вокальные и цирковые номера. После интерактива юные зрители посмотрели волшебный спектакль «Новый Горыныч» ульяновской инклюзивной театральной студии «Зазеркалье». Каждый ребенок ушел домой со сладким подарком. Такие мероприятия, они очень важны, они сплачивают, потому что горе переживать в одиночку очень сложно. И когда есть возможность подставить плечо близким людям, а мы все сейчас близкие люди, да, все, кто связан со специальной военной операцией, это очень здорово помогает, это очень важно. И когда общество собирается в один единственный кулак, тогда мы можем действительно победить. Мы просто обязаны все сделать, чтобы поддержать наших ребят. У меня самого семь войн, четыре конфликта. Я прекрасно помню, когда я был комбатом в Афганистане, пришел Горобачев, и нам начали говорить, мы вас туда не посылали. Это самое обидное для солдат, которые защищают свое отечество, выполняют свой долг воинский. И мы должны сейчас оказать всю поддержку, чтобы они там чувствовали себя, как говорится, нужными для нашего отечества, чтобы они понимали, что не только их семьи поддерживают, но и поддерживают наше все общество. Отгремели новогодние выходные в парках и на площадях, в домах культуры, в школах, детских садах и во дворах стало по будничному тихо. Всего с 24 декабря по 9 января в Ульяновске прошло около 700 мероприятий, в которых приняли участие свыше 63 тысяч человек. Точку в новогодних праздниках поставил Большой рождественский концерт. Свет, звук, сцена. В Центре народной культуры все готово для того, чтобы начать традиционный рождественский концерт. Осталось только дождаться зрителей и погрузить их в волшебную красоту рождественского праздника. Большой рождественский концерт уже традиционно у нас проходит с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. И это основа нашего концерта. Звучит прекрасная музыка русских композиторов. И каждый раз это разная музыка. Она прекрасная и она соответствует настроению Рождества. Музыканты Ульяновского государственного симфонического академического оркестра «Губернаторский» под руководством главного дирижера Эдуарда Дидюры исполнили русский классический арии, увертюры и отрывки из классических музыкальных произведений. Не музыкой единой. Традиционно со сцены звучат литературные тексты знаменитых русских писателей. В этот раз в честь грядущего 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина организаторы приготовили для зрителей сюрприз. Фрагмент моноспектакля «Пенежский Пушкин» театра студии «Анфанты Рибль» под музыкальное сопровождение солиста филармонии Глеба Авдеева. Пушкин пусты книги наполнил, неустроенную речь устроил, несовершенно совершил. Тепершни писатели от Пушкина взялись да пошли. В продолжении концерта на сцене появился смешанный хор Спаса Вознесенского кафедрального собора. Ульяновцы услышали богослужебные праздничные песнопения. Я сердечно всех вас поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю от души мира вашим домам и семьям. Мира личного, мира семейного и самое главное мира общественного. Наши молитвы о том, чтобы Господь благословил нашу землю миром, процветанием, благополучием и любовью. С праздником! Поделитесь новостью по телефону 304073 или в наших соцсетях. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках и будьте в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин